Всем привет, меня зовут Илья, и в этом небольшом будничном видеоролике мы с вами, дорогие друзья, сыграем сегодня и проанализируем басовую партию песни на песню группы Браво, песня называется Кошки Кошки, этот кошки Как вы уже догадались, будет рок-н-ролл сегодня, такой классический, мажорный, веселый, динамичный, быстрой, быстрая партия сегодня будет Мы сегодня разберемся, как ее играть, посмотрим основные особенности И в общем, я думаю, что это будет полезно, выучить очередную басовую партию в свой музыкальный арсенал, в свою музыкальную копилку, чтобы делать свое творчество еще круче И сегодня так выпало и так получилось, что у нас сегодня группа Браво, тем более я никогда не уделял внимания этой группе, ни им партиям, ни их партиям В общем, настало время это исправить В общем, в интернете нет нот на эту песню, никаких нормальных басовых, которые более-менее похожи на правду Я сделал ноты, снял, записал, вот у меня даже, я распечатал Значит, Браво, кошки, вот она, собственно, все ноты Для себя, для наглядности я распечатал, сделал, сам снял В общем, такой максимально, на мой взгляд, правдивая партия получилась И на Boosty будет нотное приложение, полностью кто подписан, сможете скачать спокойно И с табами, с нодами это все проанализирует еще более подробно и потренироваться Также ударные тоже будут Значит, давайте начнем разбираться, из чего же состоит эта партия Итак, приступим к разбору Здесь у нас почти каноничный рок-н-ролл, быстрый темп, около 190 бпм, партия динамичная, активная Допускается вполне себе здесь импровизация в басу, какие-то филы, заполнение, но умеренно Ноты могут немного меняться, из квадрата в квадрат, из такта в такт, из части к части Но при этом основная ритмическая фактура, ритмический скелет остается И этот ритмический скелет играется неизменно на протяжении всей песни, задает движение, задает стиль этого замечательного произведения И бас здесь имеет огромное значение, басовая партия здесь центральная, она делает все настроение и весь стиль этой песни Первым делом мы здесь найдем тоники аккордов Здесь у нас 4 аккорда в куплете Вообще условно песню можно разделить на 2 части Она всего из двух частей, по сути, состоит Это вступление куплет и припев И по сути из двух рифов, всего из двух основных рифов Мы разберем сейчас первый риф на основе куплета Первым делом найдем тоники Здесь 4 аккорда Первый это фа-мажор Тоник аккорда на первом ладу четвертой струны Нашли его, фа-мажор Можно взять его, послушать, как он звучит еще дополнительно Запомнить, не повредит, как говорится, для ушей Второй аккорд ре-минор Тонику я беру на пятом ладу третьей струны Также можно его взять, послушать, как он звучит здесь Третий аккорд это у нас си-бемоль-мажор Тоника здесь, это мажорный аккорд Соответственно, можно его послушать здесь И четвертый аккорд до мажор Тонику я беру опять на четвертой струне И можно его послушать Вот таким вот образом Мы нашли все аккорды куплета этой песни Дальше разберем, как же басист обыгрывает эту аккордовую последовательность в рок-н-ролльном стиле Медленно, поэтапно, по каждому аккорд Первый у нас аккорд фа, фа-мажор, тоника Первый лад, четвертая струна мы взяли Но здесь очень важно ритмический скелет Первая у нас, это получается четверть И мы должны снять на вторую долю Раз, два Сняли ровно вторую долю Это будет первый нот, это очень важно И далее мы делаем слайд От пятого лада, четвертой струны Вот таким вот образом Раз, два Мы должны приехать ровно в третью долю Ровно с метрономом Раз, два Вот такой вот риф Здесь очень важна работа с метрономом Кстати, где у меня метроном? Включаем метроном, темп 99 Возьмем поменьше, чтобы понять и потренироваться Включаем его Обыграем риф Раз, два Вот так будет выглядеть риф Здесь очень важно, во-первых, снять вовремя на вторую долю Первую ноту Потому что, когда вы играете на бас-гитаре Об этом надо следить Иначе не будет качать ваша партия И у вас будет все звучать рвано Если вы не следите за длительностью С первой ноты все начинается От первой ноты все зависит Насколько вы ее ровно возьмете Настолько вы дальше сыграете правильно И я уже много раз в своих видео говорил Что самое главное Это первые две ноты в такте Потому что, если вы их сыграете неровно То у вас все посыпется сразу Поэтому всегда сосредотачивайтесь на первой ноте И она задает вам пульсацию Задает скелет Значит, и далее у нас что происходит Мы должны приехать слайдом От третьей ступени фа-мажора Это у нас ля Но я ее играю здесь Я ее переношу отсюда Вроде бы стандартная аппликатура мажор Но от открытой ля мы слайд не сделаем уверенно Это раз Во-вторых, в оригинале играется именно на четвертой струне Это сделано для того, чтобы звучание было низким И бас не лез в диапазон гитары В диапазон голоса Для того, чтобы был больше низа Поэтому здесь играется на четвертой струне И здесь я перенес вот эти ступени Мажорного аккорда На четвертую струну И здесь очень важно сделать ровный слайд В третью долю Давайте еще раз послушаем Раз, два, три, четыре Раз, сняли Вот таким вот образом Все, работа вся с темпом Со временем, с метрономом Без этого никак Других путей здесь нет Иной дороги нет В данном случае аккорд фа Длится два такта Как и все аккорды В куплете данной песни И здесь очень важно понимать Что второй такт каждого аккорда Мы переходим на стакката Это очень важно понимать Если это не соблюдать То у вас не будет кача Партия будет рваная И звучать неправильно То есть это часть схемы ритмической Часть скелета ритмического данной песни То есть здесь у нас Если мы говорим о фа Мы берем фа на октаву выше То есть длительности здесь разные Еще раз проиграем Вот таким вот образом Обыгрывается аккорд фа Далее мы обыгрываем аккорд ре Сохраняя тот же ритмический скелет Ту же пульсацию Тоника у нас находится В данном случае на пятом ладу Третьей струны Берем указательный пальцы По крайней мере мне так удобнее И далее также В том же ритмическом скелете В том же ритмическими длительностями Мы должны опять снять на вторую долю Раз Также сделать слайд От третьей ступени Ре минора Это нота фа К пятой К ноте ля Слайд И далее опять перейти на стакката Тоже очень важно это сохранить Здесь очень важно играть расслабленно Не надо давить вот это вот легато Потому что оно может звучать очень резко То есть какие-то скрипы Нет, оно довольно мягко играется И главное попасть в метроном Это был аккорд ре Далее у нас идет два аккорда Еще си бемоль и до Это мажорные аккорды Здесь я играю Опять аккорд си бемоль обыгрываю Опять же тот же ритмический скелет Ставим здесь уже наш средний палец Потому что любой мажорный аккорд Если вы видите То это уже у басиста Уже подсознательно должно быть То, что мы берем первую ступень Средним пальцем Для того, чтобы высвободить указательный Под третью ступень Это как канон Это знаете, как шахматисты играют Гроссмейстеры Они делают ход И уже автоматически рука у них Записать ход в блокнотик Как бы тянется То же самое и здесь Мы ставим средний палец Потому что мажорный аккорд Эти аккорды рядом расположены Они в принципе идентичны По своей аппликатуре Здесь делаем те же слайды От третьей к пятой ступени Смотрите, как это звучит Оба этих аккорда Си бемоль и до Обыгрываются по сути одинаково Здесь используется мажорная пентатоника И в данном случае я использую аппликатуру с мизинцем Я делаю вот этот слайд От третьей к пятой ступени мизинцем Это делается для того, чтобы высвободить пальцы Для обыгрывания пентатоники свободно И в данном случае лично для меня Мне кажется, что это правильная аппликатура И здесь данным способом Обыграть удобнее всего И он более правильный Ставит сразу все на свои места И также обыгрывается аккорд до абсолютно Делаем слайд Меняется только последняя нота Потому что мы уже двигаемся на завершение круга Надо как-то это обозначить в данном случае Покажу вам один из филов, которые играются в этой песне Во вступлении при обыгрывании аккорда ре Играются следующие ноты и следующий фил Вот таким образом здесь используется Фа мажорная пентатоника При обыгрывании аккорда ре минор Звучит прикольно И соединяет два аккорда Аккорд ре и аккорд си бемой Вот таким вот образом, друзья, идем дальше Ну и вторая часть этой песни Она играется очень просто Это такой даже уже не рок-н-ролл, а больше регги На это нам указывает то, что во втором такте Отсутствует сильная первая доля Такая пауза Это очень характерно для партии регги Вот, собственно, и все Вся песня состоит из двух частей По сути, это два рифа, которые друг друга меняют Такая довольно распространенная аранжировка Ничего сложного здесь нету Ну а партия, на мой взгляд, очень светлая Очень такая позитивная Поднимающая настроение Способна, например, у вас плохое настроение Взяли, сыграли такой рок-н-ролльчик в стиле браво Там, и у вас сразу такая мораль поднимается Понимаете? Или там вечером пришли после работы Взяли басок, налили себе кофе, чай В общем, сели, поужинали, поиграли Подняли мораль себе перед сном Очень отличная вещь, полезная Плюс, как-никак, это Плюс еще одна партия Плюс еще один пример Плюс еще один в копилку Вот этого вот музыкального вашего багажа Вы после этого видео Какие-то для себя нюансы Какие-то для себя ходы Возможно, в своих каком-то партиях В своем творчестве Подчеркнете Я думаю, что это именно так и будет работать Все, на сегодня это все, дорогие друзья Обязательно подписывайтесь на канал По традиции на Boosty будет нотное приложение К этому видео Заходите в группу ВК Подписывайтесь в Telegram В общем, все Всем любовь, доброта Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok